вот на эти лежаки можно лечь если вы закажете еду в кафе молодежи очень мало русских тоже практически не встречаю такие интересные лучки есть в кавалами папайя джуйс 8 струб и без сахара и без еда во первых вам достанется меньше сока во вторых не факт что вам лед будет сделан из хорошей воды они с воды из-под многих индийских курортных городах с герман бейкере герман бейкере это место где продаются кофе капучино такой вот ведь с маяка кафе на лайтхаус бич каш принесли с фруктами что я хочу сразу сказать что цены здесь раза в полтора дороже чем например варкали на северном клиффе где куча ресторана в том числе из красивый там итальянский ресторан тематические рестораны каша с фруктами 160 я там дел за 120 до 130 рублей то есть сразу бросается в глаза цены на 30 процентов 40 процентов дороже чем варкали еще вот одна особенность если вы отдыхали в гоа вот на эти лежаки можно лечь если вы закажете еду в кафе здесь они отдельно за них надо платить 400 рублей что еще хочется сказать очень много вот назойливых торговцев прям сидишь даже в ресторан захочешь такого я не встречал они есть например и в гоа и варкали но тут прям буквально через каждые три минуты что-то купить купи попрошайки торговцы вся пляж вот как вы видите больше похож на европейский есть прогулочная улица есть кафе ресторан много четырех пятизвездочный отелях здесь например в отличие от варкала поэтому на им туристов так и и ценник ставит light house beach от самый такой месту сочную где отдыхают туристы поэтому видимо и цены ставит что здесь 4 5 звездочные отели более такой как они пытаются представить европейский отдых и русских здесь вообще не особо много и вот информацию про кавалам практически невозможно найти в интернете я поел здесь ну каких-то овощей с рисом чай папайо джульс вышел 1140 на двоих но за 1200 за такие деньги обычные там в главу рамболе и варкали ели очень хорошие рыбные и мясные блюда на двоих а такая еда вот примерно выходил варкали на 700 рупи где-то на пляжах люди в основном пенсионного или близко к пенсионному возрастом 45 50 60 лет молодежи очень мало русских тоже практически не встречаю есть конечно русскоязычный но практически и и нет что и неудивительно например даже группы вконтакте и в фейсбуке у кого лама нету хотите поесть дешево вот всякие панира индийскую еду рис вот такие местные кафе на пляже но и я такие еду не люблю и заходить тоже не будут вот это лайка у вас пляж и вот он плавно переходит в хава бич вон там вот или мэйн бич из местный пляж тут одни местные вот катамараны приезжают также рыбаки там стоят большие лодки европейцев здесь практически нет пока прошел целый пляж увидел двух европейских женщин преклонного возраста остальные только индийцы вот так купается большинство местных жителей особенно когда волны плескается около берега в одежде такие интересные лучки есть в каваламе здесь уже спокойно нет туристов можно спокойно погулять вообще кавалам так же как и варково сюда приезжают в том числе чтобы пройти аюрведическое лечение либо сделать аюрведические массажи провер веду посмотреть отдельное видео я проходил варкой что это такое чтобы поесть по более доступным ценам уйдеть из пляжа и кушайте уже подальше от моря вот даже например бюджет традиционного кирала кафе бюджетная еда киральскую еду я не люблю особо но вот здесь что я посмотрел вот есть например паста неаполитана чикин неаполитана 180 с креветками паста 200 рупий есть можно вполне покушать паста с сырным соусом 190 рупий паста с рыбы с креветками 220 рупий ну цены как вы видите ниже например здесь папайя джуис 80 рупий расположена рядом с тушара за более бюджетной едой идите куда-нибудь сверните с моря пойдите в город и ищите вот такие вот кафе вообще жилье в кирове в калаламе принципе доступны вот мы снимаем жилье паще 200 прямо на берегу моря до двух тысяч рублей ну море не видно но перед нами продаж дом стоит и дальше море то есть 30 секунд и мы на пляже еда в принципе вот если уйти в город ну тоже доступны в кое-что здесь кость под европу хотя там ну например на пляже лежаки платные еда в полтора раза дороже хотя в остальной индии такого нету но качество не соответствует тот же пляж грязный достаточно мусора на нем много различных торговцев которых допустим не гоняют более-менее их нету в поле на колы на глаз и уху тут реально картофель морковь конечно не такая как в россии но допустим в гуашь чтобы сделали уху кроме русских ресторанов я не встречал салат стоит всего лишь 120 рублей стол честно не помню а вот например картофельное пюре которые сделали в форме рыбы вот помидоры ну папайджу из 8 струб и без сахара и без еда во первых вам достанется меньше сока во вторых не факт что вам лед будет сделан из хорошей воды они с воды из-под кран вот ужин вышел на тысячу руби ровно то есть получается даже суп картошка с сыром салат папайджу из один человек на 1 500 рублей на двоих тысяч ну вот здесь кондиционер балкон телевизор 1800 сутки без завтрака 2000 завтрак ну вот например здесь вот включен завтра сегодня я походил чуть стороны отошел где чуть попроще лежаки можно снять за 300 то есть 100 лежак 102 лежак 100 зонтик если вы отдыхаете один то модель цены назывались от 200 до 250 и где-то даже 300 вот здесь расположен такой красивый храм дэвид темпл днем он открыт можете зайти ну вот так как мы делаем вечером ворота закрыты ну вот я гуляю вечером по главной прогулочной улице на пляже вот сейчас 10 часов вечера тишина спокойствия нигде нет ни музыки не дискотек люди спокойно ходят то есть какой-то ночной жизни тусовок здесь нету в один свечу уже все практически но многие места практически закрываются меня например это очень нравится тишина спокойствия но для тех кто хочет в том числе и ночной отдых здесь его просто особо нету никакого во многих индийских курортных городах с герман бейкере герман бейкере это место где продается кофе капучино и есть вот такие пирожные варамболе герман бейкере это небольшое кафешка на улице то в кавалами сделали полноценный ресторан и даже отель из герман бейкере вот такой двухэтажный и вот что классно для тех кто занимается аюрведой есть специальное аюрведическое меню и напитки вот например есть рис рис с медом изюмом кардамоном и кокосом то есть вкусные аюрведические блюда расположены герман бейкере прямо в центре лайтхаус бич вот кстати рядом есть такой пост он за мной полицейский участок тоже первый раз вижу на индийских пляжах и вот особенность кого лама чем отличный пример 2 есть вот такая большая прогулочная улица вдоль пляжа вот рекомендую вам попить кокос 40 рупий вот на моим личным диском пляже если вы хотите снимать деньги с карты самый выгодный курс вот центра банков индии из тинькофф банка вот так индейцы носит многие товары на голове вот идет торг максимальный сумма снятия 10 тысяч рупий что в банков индии что допустим борода банк тоже нормальный банк более-менее чтобы не был комиссии 7 но вот если вы снимаете со сбербанка сбербанк берет за каждый трон за 100 рублей ну 100 рупий аренда байка не например называют цену 600 рупий в день я стар голоса до 400 но потом что-то решил ну тут так как близко везде можно дойти пешком или он взять допустим до города доехать на рикши за 100 рупий за 150 рупий смысла байк нет убрать один раз куда-то доехать выгони на рикши чем брать байк мне нравится сидеть вот таком кафе на берегу моря герман бейкере как в принципе везде в индии мне нравится заходить но вот чтобы привести вам пример с ценами вот такая рыба рис овощи стоит под 50 рупий вот вход на маяк до 5 45 вечера как обычно пришел 1746 для взрослых стоит 20 рупий во многих источник говорится что это самый южный пляж от lighthouse beach что самый крайний вот за ним есть такой маленький пляж там есть гостхаусы и мечеть это я увидел с маяка ну вот я вам записал что 20 рупий на самом деле для иностранцев билет 50 рупий кстати не только вот в ковалами на маяке когда я был в деле в джайпуре в агре билеты для иностранцев во многих достопримечательностей стоили дороже чем для индийцев для местных жителей вот такой вот вид с маяка а Я записал вам катакари-дэнс. Это такой местный культурный танец в местных традициях. Я очень рад, что не пошел красиво, но мне 3-4 минут хватило, у меня уже уши не выдерживали. Вообще в самом Каваламе достопримечательностей особо нет. Это маленькая деревня, я пешком обошел. Покажу, куда еще можно съездить. Темпл-сити, это сам город Триванан-хурам, где Тривандрам. Здесь вот есть такие храмы, есть дворец. Варкула-бич. Смотрите видео про Варкула, вот такие вот скалы, красивые природы. Если интересно, он в 60 километрах от Кавалама находится. В Каньякумаре религиозный город, такие статуи. Я сам не был, не доехал, но говорят классно. И, конечно же, съездите на Backwaters в Алипе. То есть, снимите лодку или хаусбот и покатайтесь. Это очень круто. Смотрите мое видео про Алипе. Ее еще называют Восточную Венецию. Действительно, потрясающее место. Причем, это не туристическое место. То есть, вы едете по заводям, по каналам, и там местные стирают одежду, ловят рыбу. Это первое место в Кероле, которое я бы вам рекомендовал посмотреть. Вот такая большая рыба. Я уже ее начал кушать. Стоит 500 рупий. С сервированной, с рис, с овощами.